Привет, я Эндрю Крэммер, и в сегодняшнем уроке мы будем создавать эффект отдачи при выстрелах из пистолета, хотя на самом деле никакой отдачи пистолета нет. Должно получиться примерно так. Может быть, так не очень хорошо видно, поэтому давайте посмотрим кадр за кадром. Вспышка. Что мне здесь больше всего нравится, так это то, что наш актер озвучивает выстрел. Если вы посмотрите на его рот, то увидите это. Я думал об этом. На самом деле, очень непросто представить себе выстрел без шума. Ощущается некая необходимость добавить этот звуковой эффект. У меня нет претензий к актеру на этот счет, тем более, что он делал это бесплатно. Ладно, оставим это и перейдем к делу. Для начала, найдем на шкале точку времени, когда, по нашему мнению, должна появиться отдача. Вот здесь. Теперь скопируем наш отснятый материал, выбрав Edit, Duplicate. Затем приблизим пистолет. Возьмем Paint Tool и обведем верхнюю часть пистолета вот так. Хорошо. Теперь сожмем наш отснятый материал до одного кадра. Берем это. Можно включить и выключить маску. И передвинем назад. Здесь можно пофантазировать. Теперь добавим эффект Blur, так как движение проходит очень быстро. Выбираем эффект Blur Sharping Directional Blur. Выберем такой угол, чтобы он примерно совпадал с тем, что мы видим здесь. И добавим Blur. Пододвинем угол и Blur. Сделаем так, чтобы казалось, что эта часть действительно отходит назад. Когда это происходит в жизни, седловидная насадка открывается взгляду при движении верхней части назад. Мы попробуем подделать то, что вы можете увидеть при движении верхней части назад. Для начала выясним, как будет выглядеть задний план, если убрать пистолет. У нас тут, можно сказать, ровная поверхность. Копируем отснятый материал на этом моменте. Сжимаем до одного кадра. И передвигаем на этот момент. Нам нужно уменьшить значение Опасити для слоя Clean Plane, чтобы мы могли видеть, что там под ним. Теперь нам нужно, чтобы отснятый материал совпадал с задним планом. Для этого меняем Transfer Mode на Difference. Увеличиваем значение для Опасити до максимума. С помощью малой клавиатуры разместим отснятый материал так, чтобы он весь стал черным. Необходимо, чтобы все было четко. Здесь пока получилось грубовато, но зато это сработает. Теперь, когда у нас все на месте, немного уменьшим значение для Опасити. Затем берем Paint Tool. Вы видите, что настоящий пистолет как бы спрятан на заднем плане. Нам нужно обвести то, что уйдет из поля зрения, если верхняя часть пистолета уйдет назад. Седловидная насадка Направляющая И немного заднего плана. Снова увеличим значение для Опасити до максимума. Подправим. Похоже на настоящий пистолет во время выстрела. Зайдем в Mask и изменим значение для Mask Feather так, чтобы маска сливалась со всей композицией. Остановимся на 0,5. Здесь то же самое. Вот наш пистолет в работе. Можно еще немного отодвинуть назад. Все это работает только для одного кадра. Похоже, наша седловидная насадка получилась слишком длинной. Подправим. Теперь подправим вспышку из дула. Возьмем 9 мм вспышку из Action Movie Essentials Collection. Перетащим ее на наше изображение. Поставим на место. У нас она перевернута задом вперед, поэтому перекинем ее, изменив значение для Scale до минус 100. Повернем так, чтобы она была на одной линии с пистолетом. Вот так. Выглядит достаточно неплохо. Добавим в Film Magic Pro Favorite Preset. Думаю, теперь вы всегда будете создавать эффект выстрела именно так. Окей, надеюсь, мой урок оказался полезным для вас. Я Эндрю Крэмор, и это сайт VideoCopilot.net. Всем пока.